Идея нового турнира с озвученным названием «Кубок Дона» развивать связи между народами и студенческий футбол в этом случае тоже совершенствуется. Понимая, что в 2020-м в полном объеме это осуществить не получится, для популяризации решили провести предварительный всероссийский этап. Он проходил в рамках национальной студенческой футбольной лиги в премьер-группе. На протяжении трех дней у нас здесь соревновались 8 команд студенческой лиги. И, в общем-то, если глянуть географию, самая западная точка студентов были из Калининграда, самая восточная точка России, из Владивостока даже команда прилетела. Команда была из Крыма, из Казани, из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга и Южный федеральный университет. Эти вузы разыграли очки в зачет турнира премьер-группы национальной студенческой футбольной лиги сезона 2019-2020 годов. Во втором этапе сразились только дончане. Турнир, он в спортивном плане не имеет никакой логики, он имеет логику именно просветительскую. То есть, в данном случае весь региональный этап, кроме ЮФУ, он фактически был для того, чтобы, как я уже говорил, для агитации. А непосредственно все участники Кубка Дона, по крайней мере, вот они сейчас собраны здесь. В полуфиналах ДГТУ-2 расправился с ЮРГПУ, а второй коллектив ЮФУ одолел дублеров ринга. А могли бы сражаться, к примеру, с футболистами из Нигерии. Из-за пандемии на перенесенный с весны турнир не приехал чемпион Африки прошлого года нигерийский вуз, чемпион Карибского бассейна и еще два сильных соперника. Ну а без них новочеркасцы обыгрывают ринг 3-0 за несколько минут до конца. И тут защитник политехников играет рукой, не давая мячу залететь в ворота, красная карточка и пенальти. Но капитан новочеркасцев берет удар. На игру он не повлиял, оставалось всего лишь 5 минут уже до конца игры, ну или там 8, примерно так. Повезло, что я пенальти отбил, может, это чуть игру тоже переломило в нашу пользу. А я же говорю, затем 2 минуты уже оставалось до конца основного времени, мы начали веселиться, пропустили 2 гола. В борьбу за главный трофей вступили вторые команды ЮФУ и ДГТУ. Но отыграв 2 тайма по 40 минут, счет не открыли в пенальти. Спокойно, понимаете, спокойно. Самое главное, не так, чтобы себе вот так напряжь, блядь, вот все. А так спокойно, вот сколько. Футболисты ЮФУ били спокойно, отвечая на все попадания техников из ДГТУ, у которых в составе галкипер системы футбольного Ростова Данил Фролкин. И парню повезло. Пятый удар и мяч от перекладины летит в поле. А положил начало этой победе уверенным ударом с точки нападающей молодежки желто-синих Томас Тапурия. Ну, немного мяч срезался, конечно, но фарт на нашей стороне. Могли забивать очень много моментов. У нас было очень много моментов. Хотели забить, как бы много, но не получилось у нас. Мы не смогли реализовать, так скажем. Во втором тайме, да, конечно, соперник немного поджал нас. 5-4. Итог финала Кубок Дона у ДГТУ. Наградить отличившихся приехал сам Игорь Гамула. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok